Сотрудники женского центра Санаса Зым готовятся к встрече первых постояльцев жертв работорговли. В новом приюте все по-домашнему. Кухня, столовая, отдельные спальни, детская комната. Так будет легче адаптироваться. Приют рассчитан на 10 человек, включая женщин с детьми. Однако уже сегодня заявок на заселение больше 11. За 2016 год у нас на горячую линию поступило 1029 обращений. Из этих всех обращений 38 человек получили прямую помощь от нашей организации. То есть это вызволение из рабства, оказание прямой помощи, психологической, юридической и помощь социального работника. За 2017 год у нас 132 обращения уже на горячую линию. Из них 11 человек, которые на данный момент получают у нас прямую помощь. Одна из обратившихся в кризисный центр, 45-летняя жительница Южного Казахстана, Женщина, опасающаяся назвать свое имя, несколько месяцев провела в положении бессловесной прислуги в частном доме. Денег ей не платили, кормили чем придется, а иногда и вовсе забывали. Несчастная жила в сарае, при этом выполняла всю черную работу по дому. У меня вот сложная ситуация, просто некуда пойти. Вот обратилась в Сан-Асизм. Надеюсь, что смогу получить от них помощь. В приюте для жертв работорговли и трудовой эксплуатации в Шенкенте сегодня создан полный комплекс социально-реабилитационных мер. Это будет помощь юридическая, адвокационная, социально-реабилитационная. Мы будем проводить реинтеграцию жертв торговли и змеи. И, кроме того, будет оказываться медицинская помощь. А что такое приют? Приют – это домашние условия для того, чтобы жертва торговли и змеи могла пройти полную реабилитацию. Это не будет в виде, скажем, какого-то спецприемника или государственного какого-то учреждения. Это будет максимально приближено к домашним условиям. Мы будем пытаться при их желании дать им какую-то профессию, чтобы они могли в дальнейшем трудоустроиться. И если детки, допустим, по каким-то причинам пропускали школу или прерывался образовательный какой-то процесс, то обязательно будет вовлечен департамент образования, Горано. И мы ожидаем от них содействия, чтобы они нам помогали, вернее, обустроить этих детей, устроить школу ближайшую. Или это, может быть, детские сады. Один из важных моментов – это восстановление документов. Потому что чаще всего у людей или отсутствуют документы, ставшие жертвами торговли и змеи, или же были уничтожены по каким-то причинам. Расходы на содержание приюта взяло на себя государство. Правда, как признаются общественники, многие вещи, необходимые для нормального быта, статьями бюджетного финансирования просто не предусмотрены. Поэтому любая помощь приветствуется. Санас и Зым уверены, что благодаря государственной поддержке и неравнодушным людям эффективность мер по реабилитации, зерк, работорговли и трудовой эксплуатации повысится.